Добрый день, мои дорогие друзья, а также гости моего канала! Я рада вас всех приветствовать на своем канале в новом 2020 году! Я знаю, что многие из вас очень ждали этот годовой прогноз, и я извиняюсь за опоздание. У меня были уважительные причины, я болела все праздники и не совсем здорова даже сейчас. Я постараюсь подробно и по возможности кратко изложить для вас главные темы этого года. Но все-таки событий в 2020 году будет очень-очень много, поэтому коротко о них просто не удастся рассказать. Но сейчас вы все узнаете сами. И, конечно же, не волнуйтесь, дорогие мои, если сейчас вы не сможете запомнить какие-то важные даты, о которых я буду говорить. В течение всего года в каждом ежемесячном прогнозе мы с вами будем о них говорить еще раз. Поэтому не волнуйтесь. Дорогие ли вы, это гороскоп для вас на 2020 год. И самыми важными темами в 2020 году для вас будут ваша карьера, ваши профессиональные задачи, работа или же бизнес. Уран будет находиться в вашем доме карьеры, статуса, целей и стеллиум в доме, в шестом доме рабочих и повседневных обязанностей. Весь год будут требовать от вас активности в этих сферах. Уже со второй половины года ваши романтические отношения, какие-то творческие проекты, ваша социальная жизнь, дорогие львы, приобретут для вас дополнительную значимость и дадут вам новые возможности. До 19 декабря 2020 года Юпитер, Юпитер планета большого счастья, будет находиться в вашем шестом доме. Шестой дом работы, здоровья, наших служебных повседневных обязанностей. И конечно же транзит Юпитера, он будет помогать вам в темах работы, в карьере, в профессиональной деятельности. И это означает, что у вас могут появиться новые возможности в вашей работе. Для кого-то это может быть подработка, для кого-то это может быть совместительство с какой-то работой, или же улучшатся ваши рабочие условия. Будьте готовы сотрудничать и совместно решать все сложности, все проблемы, потому что в этот период не все, дорогие львы, будет зависеть только от вас самих. И чтобы вы получили преимущество перед другими людьми, вам прежде всего нужно будет весь год стремиться получать новые знания. Юпитер будет находиться в Козероге, и он потребует очень тщательно планировать все дела. Прежде чем действовать, нужно очень хорошо продумывать все варианты, составлять план и не замахиваться сейчас на какие-то амбициозные проекты. Вот такой подход вам даст наилучшие результаты и поможет сократить риски. У меня на канале уже есть подробное видео о Юпитере, вы можете пройти и посмотреть подробно. В 2020 году Сатурн и Плутон продолжают транзит также в вашем шестом доме и тоже сделают акцент вашего внимания на условиях работы, на отношениях с вашими коллегами и увеличат ответственность вместе с нагрузками рабочими. 11 января будет соединение Плутона и Сатурна, и оно пройдет по вашему шестому дому, а это означает, что могут быть изменения в работе именно в сторону увеличения нагрузки. Это повышение или же реструктуризация в вашей компании, где вы работаете. Обязательно подумайте о своем здоровье, дорогие львы, или о том, как эти нагрузки влияют на ваше развитие, на ваше здоровье, на вашу трансформацию. Юпитере и Плутон также будут в этом шестом доме. И это, конечно, говорит о том, что у вас может быть увеличение дохода, дорогие львы. Вы можете перейти на новый финансовый уровень. Ну а еще можно предположить, что вы будете больше работать, и вот эта большая нагрузка, она и как раз принесет вам приличные деньги. В это время очень важно, что будет требоваться от вас, это умение подчиниться обстоятельствам или организовать свою повседневную жизнь. Вот это самое верное будет сейчас. Вы можете этим заниматься прямо сейчас, дорогие львы. Если вам частенько особенно не хватает времени, то, конечно же, самое время организовать распорядок дня и работу так, чтобы выделить только главное и не тратить свои силы понапрасну. Три из шести затмений 2020 года. В 2020 году будет целых шесть затмений, обычно бывает только четыре. Также будут идти на оси ваших домов служения. Это шестой и двенадцатый дома. Это сферы рабочих условий, повседневные обязанности, служения, здоровья. Здоровье и физическое, и духовное, и темы вашей духовной жизни. И это будет лунное затмение 10 января, затем солнечное затмение 21 июня и лунное затмение 5 июля. В течение всего года, дорогие львы. Особенно в первые месяцы затмений. Ваши темы физического, вашего духовного здоровья или же условий, вашей работы, какие-то ваши повседневные обязанности, отношения с вашими коллегами. Они могут для вас выходить по этим затмениям на первый план. Конечно же, нельзя пренебрегать вам своим здоровьем. Сейчас любая чрезмерность в этом году, она будет плохо сказываться на вашем организме. И, конечно же, это очень хорошее время для того, чтобы отказаться от вредных привычек. Избавляйтесь, дорогие львы, от всего лишнего. Касается ли это каких-то дел или вашего веса, или людей, или просто старых вещей. Ну и, конечно, очень хорошо для вас проходить обследование своего здоровья. Все идеи, все ситуации, которые проявятся в периоды этих затмений, они будут очень важны для вас в течение полугода после этих затмений. Три другие затмения 2020 года уже введут новую тематику. И связано это с тем, что лунные узлы меняют свое положение. Лунное затмение 5 июня, затем лунное затмение 30 ноября и солнечное затмение 14 декабря пойдут уже по оси 5 и 11 полей. И привлекут ваше внимание прежде всего к темам друзей, коллективов, социальных групп, совместных проектов. Пятый дом – дом любви, значит, к романтическим, любовным, дружеским отношениям. И к теме детей, к теме отношений с вашими близкими. Это время, когда у вас могут появляться новые дружеские или же новые любовные отношения, новые коллективные или какие-то личные проекты, поскольку пятый дом еще и дом творчества. Это хороший год, особенно для тех львов, кто занят в творческих профессиях. Для тех, например, кто занят сценическим искусством. И, конечно же, это означает, что больше времени нужно уделить своим детям. Ваше участие, ваша поддержка, дорогие львы, будут очень важны для них и сделают ваши отношения более доверительными. На то, что ваши личные отношения, коллективные проекты, участие в каких-то группах по интересам и темы приемных детей, дорогие львы, или же отношений с вашими детьми, с детьми ваших супругов. Вот на это указывает также период ретро-Венеры, который будет в вашем 11-м доме. И ретро-Венера будет с 13 мая до 25 июня. Этот период для вас, скорее всего, поднимет какие-то старые вопросы и старые проблемы в ваших отношениях, в ваших планах на ваше будущее, чтобы вы пересмотрели их и нашли какие-то новые решения. Ну а также это темы игр, спекуляций, инвестиций. Но я хочу вас предупредить, что в 2020 году будет немало периодов, когда с инвестициями, с финансовыми рисками нужна будет особая осторожность, потому что велика вероятность просчетов и потерь. А в периоды с 14 февраля до 10 марта, с 26 апреля до 12 июля, а затем с 6 сентября до 20 ноября, вообще лучше не начинать какие-то важные дела, которые рассчитаны на развитие, на рост. И не делать крупных покупок так же. И, конечно, не начинать важных изменений в своей жизни. Это время подходит только для того, чтобы продолжать какие-то уже начатые дела, проекты, старые отношения, но неудачно абсолютно для старта новых. С 22 марта до 1 июля и затем с 17 декабря Сатурн перейдет в Водолей. И вот здесь Сатурн сделает первый визит в ваш седьмой дом. Это важные отношения, это ваш брак, партнерство. И седьмой дом – это еще и дом врагов. Будьте готовы совместно решать в эти периоды те вопросы и те проблемы, которые будут возникать. Транзит Сатурна вот здесь, через дом отношений, он у вас вызовет потребность укрепить ваши связи с теми людьми, которые важны для вас, с теми людьми, которые для вас дороги. Или же поставить границы, когда вы будете чувствовать, что ваши интересы несправедливо игнорируются другими людьми или вашим партнером. Сатурн, конечно же, будет противостоять вам, дорогие львы. И вот его оппозиция, она может приносить напряжение, проблемы в ваш брак, в семью, в сотрудничество. Даже в отношении с вашим начальством, с госструктурами, со старшими родственниками тоже могут быть проблемы. И в работе вы тоже можете увидеть, что в эти периоды будет повышенный контроль со стороны вашего начальства или контроль со стороны контролирующих структур. Может быть, некая натянутость в отношениях с бизнес-партнерами. И могут не выполняться какие-то обязательства, которые были взяты раньше. Но если вы, дорогие львы, вот в это время нарушите правила или закон, то, конечно же, Сатурн все эти обстоятельства обернет против вас. И это вам нужно помнить. В 2020 году Сатурн сделает только такой ознакомительный тестовый визит. Поэтому постарайтесь вести свои дела так, чтобы при любой проверке у вас было все в порядке, к вам не было никаких претензий. Будьте законопослушны. Уран остается в вашем 10-м доме. Карьеры, статус, репутации до 2026 года. И поскольку Уран является управителем вашего дома партнерства и брака, то, конечно, можно говорить о том, что Уран может здесь что-то менять и принести вам какие-то нестандартные, необычные партнерские отношения, которые изменят направление, в котором движется ваша жизнь. И вот в ближайшие годы этот аспект, он может влиять на ваши карьерные устремления. Уран здесь что-то может разрушать, что-то вводить, какие-то новшества, менять ваши цели или пути профессиональной реализации. Конечно же, это время, когда новые технологии в вашей профессии, они могут помочь вам изменить условия работы, дать вам новый уровень свободы, когда вам будет легче работать, и у вас останется больше свободного времени. Например, дистанционные работы через интернет – это все тема Урана и каких-то других нововведений, в котором вы должны уже быть готовы и должны быть открыты, дорогие львы, чтобы Уран не рушил, а давал. Вместе с тем, в это время, когда Уран будет в точной квадратуре к вашему Солнцу, а это у каждого из вас будет свое время, уже в зависимости от личного гороскопа, то вот здесь возможна смена сферы деятельности. Возможно, вы поменяете профессию или смените место работы, или могут быть другие, но очень существенные и важные перемены в вашей работе. Ну а также возможно, что эти перемены будут происходить из-за каких-то экономических факторов. В периоды, когда Уран будет формировать напряженные аспекты к планетам вашей натальной карты, то тоже можно ожидать неожиданностей, стрессов, каких-то неожиданных перемен. Это тема Урана. Ему нравится шокировать. И Уран – планета неожиданностей. В 2020 году вот этот транзит все-таки в большей мере коснется тех львов, кто родился в период с 25 июля по 2 августа. Вот Уран на вас будет действовать больше всех. С 17 декабря Сатурн перейдет в Водолей, а 19 декабря за ним туда перейдет Юпитер. И вот уже со второй половины декабря до 25 января 2021 года они будут в соединении и в оппозиции. Из вашего седьмого дома брака, партнерства. До этого Сатурн, конечно же, дорогие львы, уже пару лет ограничивал вас в личной сфере. И у вас не было ни сил, ни времени для того, чтобы организовать свою личную жизнь. Но сейчас можно и даже нужно, и нужно расширяться и менять что-то в этой сфере, в вашем браке, в ваших отношениях. Это может быть и свадьба в этом году, и в следующем году, извините, тоже, и ребенок, и развод может быть, и вообще вывести ваши отношения на новый уровень. Вот это то, что будет ждать вас в декабре. Кстати, 18 декабря еще Сатурн надолго уже зайдет в ваш седьмой дом брака и партнерства. И Сатурн, он любит порядок, он начнет наводить здесь порядок. Если вы долго жили с вашим партнером в незарегистрированном браке, то это, конечно, Сатурну не понравится. Все начинания этого периода, они могут быть очень важными. Ну, для кого-то, конечно, из львов это может быть и время осложнений. В вашем партнерстве, в браке, в работе. В это время все будет зависеть от вас, дорогие львы, от того, как вы вели себя раньше, от ваших прежних действий. Для каких-то важных шагов в карьере, в бизнесе, в работе наиболее подходящие периоды в этом году – это будет январь. Первая половина февраля, с 20 по 28 марта, затем с 10 по 21 апреля, с 14 июля до 28 августа и с 15 ноября до 31 декабря. Затем периоды, которые благоприятны для новых знакомств, влюбленностей, романтических отношений, в том числе и деловых отношений, будут для вас с 3 по 12 января, затем с 8 по 15 февраля, с 4 по 18 апреля, с 13 по 23 июля и с 29 июля по 5 августа и еще раз с 16 по 28 декабря. Ну а теперь давайте поговорим немножко о важных периодах. И такой период с 1 по 12 января. Это хорошее время для того, чтобы пообщаться со своими друзьями, с партнерами, для знакомств хороший период, для начала отношений, для решения каких-то рабочих вопросов и для сотрудничества. С 3 января до 15 февраля Трин Марса из вашего пятого дома, любви, детей, творчества, радости. Марс даст вам сил для решительных действий, для того, чтобы вы начали какие-то новые творческие проекты, для новых инициатив и в работе, и в вашем бизнесе. Поэтому в это время можно заниматься развитием начатых проектов или же начинать новые проекты, вообще осуществлять свои планы. Вы сможете продвигать свои интересы, показать себя, заявить о себе. И это время нужно использовать для рекламы, дорогие львы, для презентации, для того, чтобы показать свои профессиональные преимущества. Ну а также прекрасное время для спорта, спортивных игр, для того, чтобы просто улучшить свое здоровье и физическую форму. Лунное затмение 10 января в Раке будет в вашем 12-м доме. 12-й дом – дом уединения, завершения, изоляции, прошлого. Поэтому, опять, дорогие львы, избавляйтесь от всего, что вам не нужно. Все, что лишнее – люди, дела, лишний вес, лишние вещи, старые вещи. Проходите обследование своего здоровья, обязательно обратите внимание на свое здоровье. Ну и точно такие же вопросы, они еще раз будут актуальны в районе 21-го июля, потому что там затмение тоже будет в вашем 12-м доме. Затмение призывает вас обратить внимание, конечно же, на ваши самые тайные, самые сокровенные сферы жизни. Это 12-й дом, который вы скрываете от других людей. Поэтому постарайтесь сосредоточиться здесь и на своих духовных потребностях. Хорошо заняться какими-то психологическими, духовными практиками, просто для того, чтобы поддержать свою внутреннюю гармонию. Поэтому затмение в работе тоже может прийти к завершению какой-то проект или какие-то темы, которые до сих пор все время лишь оттягивали вашу энергию, но не давали вам никакой отдачи, не приносили вам никакой результат. Поэтому то, что будет уходить, дорогие львы, пусть уходит. Отпустите и просто в это время берегите свои тайны, а на место этого ушедшего придет что-то новое и лучшее. Для кого-то из вас вообще первый квартал 2020 года, он может быть временем очень большой рабочей занятости. Когда многие из вас будут чувствовать, что вы подчинены, вы зависимы от работы, от обстоятельств. Поэтому необходимо, конечно, прислушаться опять к своему организму, что-то изменить, возможно, в своем распорядке дня, чтобы вы побольше отдыхали. С 17 февраля до 10 марта Меркурий будет ретроградным в вашем восьмом доме. И вот здесь на первый план в вашей жизни могут выйти темы общих денег, финансовых отношений, чужих денег, налогов, штрафов, алиментов, долгов, кредитов, какие-то имущественные вопросы, вопросы с наследством могут подняться. И вам стоит в это время, вам стоит, дорогие львы, прежде всего пересмотреть. Пересмотреть ваши финансовые отношения. Это ваш бюджет. И выработать какой-то новый подход. Обратите внимание на расходы в этот период. Они могут быть вынужденными. Но они все-таки сейчас могут показать вам, куда уходят ваши деньги неразумно, которые вы можете сократить. Вероятно, что какие-то финансовые отношения здесь все-таки придут к концу, вы их завершите, или же вы их в корне измените. Ну и, конечно, это период, когда могут всплывать различные просчеты или обман. Для приобретения имущества, для покупки недвижимости, инвестиций, начала нового бизнеса, расширения и вообще для любых важных финансовых шагов, конечно же, это время не подходит. Этот период нужно переждать. Но это хорошее время для того, чтобы восстанавливать старые связи. Все важные решения вам, дорогие львы, лучше принимать уже после 12 марта. С 22 марта Сатурн войдет в оппозицию, а с конца марта до 12 мая Марс тоже будет в оппозиции к вашему знаку. И это означает, что это время, когда позиция ваших партнеров, общественное мнение, позиция ваших врагов, она будет влиять на ваши личные дела. Поэтому в это время вам нужно быть особо внимательными, с кем вы будете иметь дело. В это время вы можете встретиться с противодействием конкурентов, врагов, тех людей, кто будет оспаривать вашу позицию. И здесь также могут быть конфликты в семейных отношениях. Все темы, которые касаются соперников, открытых врагов, судебных исков, юридических вопросов, могут стать актуальными в бизнесе тоже в этот период. И наиболее напряженными будет период для вас с 27 марта до 9 апреля, а затем с 20 по 30 апреля. Вот в это время, вероятнее всего, будут проблемы в отношениях с начальством, в партнерстве или же в сотрудничестве. С 4 апреля до 7 августа Венера будет в 11 доме. Это дом друзей, планов, надежд, коллективных проектов. И вот это прекрасное время, когда вы можете посещать конференции, контактировать с группами, каким-то интересом. Здесь могут быть новые знакомства, новые деловые отношения, которые могут перерастать в дружеские отношения. Однако этот транзит, он опять неравномерен по возможностям для каких-то новых отношений. Потому что с конца апреля до конца мая и в конце июля Венера будет в коварной квадратуре с мастером иллюзий Нептоном. И вот в это время возможны новые влюблённости, но это будут такие розовые очки, и поэтому они принесут разочарование в этот период. Такое длительное пребывание Венеры в вашем 11 доме связано с тем, что Венера будет делать ретро-петлю. С 13 мая до 12 июля будет череда ретроградностей быстрых планет. И это всё совпадает ещё и с сезоном затмения. Это непростой период. Это период, который, конечно же, не подходит для каких-то важных решений и начала перемен. В это время лучше работать над теми делами и продолжать их, но не начинать ничего нового. С 13 мая до 25 июня Венера будет ретроградной. И вот в это время, конечно же, сосредотачиваемся на планах, на проектах, на будущее. Что-то меняем в них, делаем, исправляем ошибки. Но опять помним, что никаких новых бизнес-проектов на развитие, на что-то большее мы не делаем. Уделяем внимание всем тем, дорогие львы, кто вам по-настоящему дорог в этом периоде. Это ваши любимые, ваши дети, супруги, ваши близкие. Конечно же, период ретро-Венеры, он нехорош для романтических знакомств, для того, чтобы начинать новые романы, новые отношения. И даже Венера еще отвечает и за деньги, поэтому все новые финансовые идеи, они тоже себя не оправдают. Не стоит также в это время доверяться новым людям и даже тем людям, дорогие львы, кого вы знаете, в каких-то важных деловых или финансовых вопросах. Полагайтесь только на себя. В конце апреля и в мае вам нужна осторожность в отношениях и финансах, чтобы вы не вовлеклись в какую-то авантюру, не поддались на заблуждения, здесь вероятны и обманы, и просчеты, и потери. В конце мая. В конце мая к вам может вернуться какая-то старая проблема или ситуация. Вот с 1 по 6 мая этого года тоже какая-то ситуация, какой-то конфликт, он может обернуться проблемой. Для инвестиций, для крупных покупок время неблагоприятное. Все важные финансовые инициативы, начало партнерства лучше отложим на вторую половину июля. С 5 июня. Лунное затмение в Стрельце. Это ваш пятый дом. Дом любви, детей, романтических отношений, творчества, хобби, азартных игр. И вот это затмение введет в вашу жизнь уже новые темы, которые будут иметь для вас значение в ближайшие полтора года. Вас уже смогут вдохновлять какие-то задачи, которые позволят вам, например, выразить себя, выразить свою индивидуальность, показать свое творчество, свои таланты. Этот период, он также может принести изменения в ваши отношения с вашими любимыми, с друзьями, с детьми. Отношения с любимыми, они тоже могут нуждаться в пересмотре, в переосмыслении, в новом подходе. Они могут у кого-то улучшиться, у кого-то они могут ухудшиться. Но поэтому, дорогие львы, чтобы их не испортить, когда будут решаться какие-то конфликты, спорные вопросы, вы должны будете уметь быть гибкими и уметь идти на какие-то тактические уступки, искать компромиссы. Если будут возникать конфликты, то, конечно, лучше договариваться и погасить их в самом начале. Уделяйте внимание своим детям. Вот в это время им будет очень нужна ваша помощь или же ваша поддержка. Но постарайтесь воздерживаться от какой-то резкой критики, чтобы в ваших отношениях с вашими детьми в этот период не наступило отчуждение. Поэтому затмению к вам могут приходить новые бизнес-идеи. Например, вас сейчас может увлечь какой-то очень рискованный проект. Или вы решите попытать счастье в казино. Но, конечно же, все рискованные шаги, они неблагоприятны. События этого периода, они будут играть важную роль в вашей жизни в дальнейшем. И все идеи, которые будут появляться у вас в это время, лучше уже воплощать после 12 июля. С 18 июня до 12 июля Меркурий будет ретроградным в вашем 12 доме. И 21 июня здесь, в 12 доме, будет солнечное затмение в Раке. Конечно же, все это может сказаться на ваших делах. Здесь может быть замедление, которое просто нужно использовать для анализа. Могут быть в этот период, дорогие львы, попытки втянуть вас в какие-то интриги. Чему, конечно же, лучше воспротивиться и не соглашаться на это. Но также в это время может быть повторение каких-то неприятных ситуаций. Или какая-то информация, тайны, которые вам хотелось скрыть от других, людей здесь могут всплывать и потребуют ваших решений. Вы можете получить сами информацию, которую от вас скрывали другие люди. Но что это означает? Лишь то, что самое время, дорогие львы, разложить все ваши ощущения по полочкам, почистить свои информационные фильтры, чтобы вы были объективными. Благоприятно в это время вся творческая работа в уединении, где вы можете работать в тишине. Ну и, конечно же, отдых, отпуск тоже очень хорошо в это время отправляться. Все новые знакомства, которые будут в этот период, они будут короткими, скоротечными. Поэтому лучше, конечно, уделить время и внимание тем отношениям, которые у вас уже проверены временем. И будьте внимательны при общении с любыми важными бумагами, при оформлении документов, особенно в начале июля. И это время вообще лучше посвятить своим духовным задачам, психологическим проблемам, здоровью. И это неудачное время для новых начинаний. Все новое лучше уже начинать во второй половине июля. Вместе с тем, с 18 июня до 15 июля будет хороший период для того, чтобы возобновить какое-то старое сотрудничество, которое когда-то прервалось, для вашу старую дружбу, которая теперь может стать важнее и даже полезнее, чем когда-то была. И даже принести вам материальную выгоду. Ваши друзья сейчас вам могут помогать во всем. 5 июля лунное затмение в Козероге в вашем шестом доме. Дом здоровья и работы, конечно же, может принести перемены в условиях вашей работы. Внести изменения в ваши повседневные обязанности, в отношения с коллегами, с подчиненными. И ваши ежедневные обязанности тоже могут меняться, например, в результате каких-то перестановок на вашей работе. Свои планы в это время лучше не афишировать. Старайтесь поддерживать очень ровные отношения со всеми окружающими людьми. И опять же, уделяйте больше внимания здоровью, меняйте свой распорядок дня. И это хорошее время, чтобы отказаться от вредных привычек. Всё, что вы начнёте сейчас, вот этот отказ, это станет так на долгое время. Ну а также это время расстаться с тем, что давно уже вам мешает, дорогие львы, что забирает ваши силы и не даёт вам ни моральной, ни материальной отдачи, чего бы это ни касалось. Избавляйтесь. Ну и что будет важно? С 28 июня до 6 января 2021 года Марс. Марс в этот раз будет очень долго здесь, войдёт в ваше девятое поле. Это дом за границей, дом философии, расширение горизонтов. И вот в это время могут складываться условия для каких-то путешествий, для поездок, для знакомств и общения с заграницей, с друзьями, с партнёрами, с какими-то дальними родственниками. Это могут быть встречи, которые живут у вас за границей или в другом городе. Появятся возможности для того, чтобы вы решили вопросы высшего образования, каких-то зарубежных контактов, публикаций, ну и юридических дел, поскольку это тоже тема Девятого дома. Конечно, не весь этот период равнозначен для новых начинаний или для деловых отношений. Но, во-первых, не забываем, что до 12 июля Меркурий будет в ретро. И вот, во-вторых, такой длительный визит Марса в этот сектор, он, конечно, связан с ретроградностью Марса. Поэтому Марс здесь задержится надолго. И эффективными для всех начинаний будут периоды с 22 июля до 28 августа, а затем с 18 ноября до конца декабря. С 9 сентября до 14 ноября Марс будет ретроградным. А с 14 октября до 3 ноября он ещё и совпадёт с ретро-Меркурием. Сразу две планеты будут ретроградны. И вот общение, конфликты в это время, они могут вам помочь понять, какие ваши взгляды, дорогие львы, какие ваши идеи создают дисбаланс, приносят дисгармонию в ваши отношения. И как вам нужно действовать, чтобы вы достигли компромисса в спорах с вашими близкими, с дальними родственниками, с вашими партнёрами. Это время, когда вас могут вовлечь в отношения на расстоянии. Или же, возможно, ваш любимый человек вот в это время будет вынужден быть, например, из-за работы или по другим причинам вдали от дома находиться. И вы будете общаться на расстоянии. Но так или иначе, вы здесь себя можете чувствовать не совсем уверенно. И вот это может заставить многих из вас пересмотреть ваши отношения. В новых делах тоже всё может идти дольше, труднее, чем вы предполагали это поначалу. Но это период ретро-Меркурия, ретро-Марса, вообще ретро-планет. Поэтому для важных начинаний, которые рассчитаны на долгое время, время неподходящее. С 11 октября до 4 ноября вероятны различные трудности в поездках, где могут быть задержки, ошибки в оформлении документов, в зарубежном сотрудничестве или же в решении вопросов, которые касаются высшего образования. Весь период ретро-Марса – это нехороший период для новых бизнес-начинаний, для нового партнёрства и, конечно, для новых романов, дорогие львы. Если возникают у вас недомогания, плохое самочувствие, сразу же обращайтесь к врачу. Это неблагоприятное время для плановых операций, поэтому лучше планировать операции до или после этого периода. С 21 ноября до 27 декабря будет хорошее время для новых начинаний. И вот уже в первой половине декабря к вам может прийти очень интересное предложение. Или у вас у самих появятся перспективные идеи. Но в этот период будет два затмения, и это тоже вам нужно учитывать. В дни затмений, конечно, не начинать никаких важных решений и важных шагов. Лунное затмение 30 ноября будет в Близнецах. Это ваш 11 дом, социальных связей, друзей, единомышленников. И, конечно, в это время вам стоит сосредоточиться на тех планах и проектах, которые рассчитаны на будущее, и внести в них какие-то коррективы, возможно, что-то исправить, переделать. Если вы участвуете в какой-то групповой работе, то вот здесь тоже может назреть необходимость завершить работу над каким-то проектом. Или же внести какие-то изменения, переделать его, чтобы можно было продолжать. Если прежде вы ставили перед собой какие-то планы и руководствовались лишь своими личными интересами, то сейчас, конечно, это период, когда вам нужно прислушаться к мнению своих друзей, потому что так вы скорее придете к тому и получите то, к чему стремитесь. В последнюю неделю ноября вероятность сложности в деловых, в личных отношениях, конфликты могут возникать и различные неожиданности на вашей работе. Если, дорогие львы, хотите сохранить отношения, любые из этих отношений, то, конечно, не допускайте каких-то радикальных высказываний. 14 декабря. Солнечное затмение в Стрельце. Это ваш пятый дом. Дом любви, детей. И вот в это время внимание, конечно же, стоит направить на свои таланты, на творческие задачи, на дела ваших детей, на отношения с ними, на темы ваших любовных отношений и развлекательные стороны жизни. Это все тема пятого дома. Это уже хорошее время для того, чтобы начинать какие-то новые творческие проекты. И в различных областях их можно начинать. Но также это время, которое может принести исполнение какого-то вашего желания. Время романтизма, поскольку это пятый дом. Здесь время романтических знакомств, которые могут происходить. Могут быть новые деловые знакомства. И вот все эти знакомства, они окажутся перспективнее и сыграют очень важную роль для того, чтобы реализовались ваши планы. Период с 15 по 28 декабря будет способствовать новым знакомствам, зарубежным поездкам и вообще очень активной общественной жизнью. Пользуйтесь этим периодом. В это время вы получите преимущество, работая опять в группе, в партнерстве. И очень хорошо будут складываться различные контакты и связи с иностранцами. Если вы занимаетесь какими-то общественно значимыми социальными проектами, если вы выступаете на публике или же хотите себя рекламировать, то вот в это время ваши усилия, вы можете быть замечены. И так для вас могут открыться новые возможности, новые перспективы. И кто-то даже может получить очень выгодное предложение в это время. Ну теперь давайте немножко уточним по деканам. Итак, львы, рожденные с 23 июля по 2 августа. Ну что ж, дорогие львы, информация для вас. Ваш декан примет первые три важных транзита. Это уран, по-прежнему пойдет по вашему 10 дому статуса, карьеры и репутации в квадратуре к вашему декану. Об этом мы уже с вами говорили, о его влиянии. В общей части прогноза вы можете послушать, но будет такое небольшое дополнение. Этот год для вас, он может стать из-за этого аспекта периодом преобразования. Какие-то внешние события могут происходить и нарушать, менять ваши планы. Конечно же, это время, оно может принести изменения в карьере. Со знаком плюс или минус, это зависит от вашего личного гороскопа. Но если в работе вы были на хорошем счету, вы были хорошим сотрудникам, то это для вас может быть повышением. Например, в результате реорганизации вашей работы. Но изменения в работе могут быть также связаны с переменами в делах вашей работы, вашего предприятия. Например, будет меняться руководство или конфликт с начальством может произойти, и там что-то может перемениться. Но может быть и так, что у вас, у самих, появятся новые планы, которые и станут причиной этих перемен. Вот уран, он может вас подталкивать к свободе, к бунтарству, потому что уран планета революции. И он может побудить вас бунтовать против каких-то статусных, авторитетных фигур, но особенно против своего начальства. Однако, дорогие львы, для рабочих, для деловых отношений это может быть просто разрушительно. Уран здесь может все разрушить до основания. Поэтому лучше воздержитесь от каких-то скоропалительных шагов и решений, на которые будет вас подталкивать уран, если вы хотите сохранить свое рабочее место. Но будет также такие львы, которые в это время расторгнут, расторгнут деловые партнерства, или же у вас может быть обострение проблем в браке, которое приведет вас к разводу, в конце концов. В периоды с 5 по 11 марта, со 2 по 10 апреля, с 28 июля по 3 августа, затем с 14 по 18 сентября, с 28 октября по 3 ноября и с 25 по 29 ноября вот здесь вероятны осложнения и проблемы в ваших отношениях. В течение года, в эти периоды, в частности, конечно же, нужно контролировать себя, свои порывы, чтобы вы не разрушили нечаянно то, что на самом деле вам дорого, и вы об этом будете жалеть. Женщина львы, этот год может принести изменения в ваши важные отношения, или это могут быть проблемы в делах тех мужчин, которые вам очень важны в вашей жизни, и в которых вам нужно будет принять самое активное участие. Ну что же, будьте открыты для того, чтобы быть лояльными и посмотреть на ваши отношения и в браке, и в партнерстве, непревзятым. Это время, конечно же, освободиться от тех вещей, от тех привычек, или каких-то контактов, которые забирают ваши силы, забирают ваше время, и просто ничего не приносят вам, не соответствуют вашим нынешним планам, вашим устремлениям. И вот чтобы сбалансировать эти влияния и в работе, и в рабочих отношениях, конечно же, вам самим нужно быть открытыми для перемен, для новых технологий, это тема урана, для инноваций, для того, чтобы вы развивались и осваивали новые знания. И в 2020 году этот транзит в большей мере коснется тех, кто родился в период с 25 июля по 2 августа. Начиная с 22 марта до 1 июля, а затем с 17 декабря до 27 марта 2021 года, Сатурн будет в оппозиции к вашему декану. А это означает, что вы войдете в период определения во своих взаимоотношениях. Сатурн потребует от вас очень серьезного и зрелого подхода к вашим отношениям и к вашим деловым отношениям тоже, не только к личным. И если в ваших отношениях была какая-то недоговоренность, были какие-то неопределенности, то они больше не смогут находиться в подвешенном таком состоянии. Вам придется определиться, что вы хотите делать с этими отношениями и с этим партнером. Или же вы берете на себя обязательства и закрепите их официально, например, браком, или же вы расстаетесь. Если вы ищете спутника жизни, то, конечно, это время, когда нужно больше выходить на люди, чтобы вы расширили территорию своих привычных маршрутов, где встретить того человека, кого вы ищете. Но в этот период у вас будет тенденция переоценивать свои перспективы и не учитывать подводные течения, подводные камни. Поэтому ваши ожидания могут быть завышены. А для вас будет главное это умеренность во всем. Ну что же, будьте оптимистичны, но реалистичны, дорогие львы. Львы, рожденные с 3 августа по 12 августа, это информация для вас. Вот для большинства из вас 2020 год он будет относительно спокойным, когда вы можете работать и продолжать какие-то свои ранее начатые дела и готовить новые планы для реализации уже в 2021 году. Однако вот с 21 июня до 2 декады октября вашего декана тоже коснется квадрат урана. И это принесет какие-то неожиданности. Уран может резко изменить ваши планы и вам придется подстраиваться под те обстоятельства, и просто меняя что-то. Уран до этих пор пока не трогал ваш декан и сейчас вы только немножко познакомитесь с этими энергиями. И в 2020 году их почувствуют те львы, кто родился с 3 по 4 августа больше всех. Ну а об уране и о транзите урана вы можете послушать в общей части видео. Львы, рожденные с 13 августа до 23 августа. Это информация для вас. В 2020 году вы будете в основном продолжать начатые работы, начатые темы, которые уже у вас идут с прошлого года. И год в целом он может быть довольно спокойным для многих из вас. Ваш декан не получит столько много мажорных транзитов тяжелых планет. поэтому просто слушайте первую часть видео, общую часть видео. Ну а к тому всему можно только добавить, что с 5 по 13 января и со 2 по 15 февраля для вас будет хорошее время для того, чтобы начать какие-то новые деловые знакомства или новые романтические знакомства, встретить свою любовь. Здесь может быть начало романа, новое сотрудничество, начало нового партнерства и очень хорошо здесь все, что для жизни бизнеса, покупки различные, вот этот период хорошо подходит. Хорошее время для реклам это и для того, чтобы вы показали свои начатые проекты, ну а также это время кто-то из вас может получить очень выгодное предложение по работе или в бизнесе. С 6 августа до начала сентября у вас будет хороший период для зарубежных поездок. Для деловых знакомств, опять же для нового сотрудничества, те, кто занят в бизнесе, у вас могут возникнуть идеи по расширению своего бизнеса, например, с участием за границей. И у вас могут предоставиться в это время хорошие возможности для того, чтобы вы заключили договор с какими-то иностранными компаниями. Ну а другие ли вы в это время могут, например, получить продолжение в карьере. С 19 по 26 сентября старайтесь не вовлекаться ни в какие конфликты. Будьте особо осторожны в эти даты за рулем, при любых физических нагрузках, при спорте, чтобы избежать травм. Вторая половина декабря это будет хорошее время для уже чего-то нового, для новых начинаний, для зарубежных поездок, для контактов с вашими дальними родственниками, с зарубежными партнерами и используйте это время для того, чтобы осуществить какие-то запланированные перемены в вашей жизни. Вот такой год ожидает вас, дорогие львы. Я желаю вам удачи и до встречи на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok